Ребят, всем привет! И я прекрасно осознаю, в какое непростое время мы с вами сейчас находимся. И, наверное, как и в марте, я хочу вам сказать про то, что самое ценное, что сейчас есть, что вы можете делать, это беречь себя, беречь своих близких и заниматься тем, чем вы можете заниматься. Поэтому я желаю вам успехов в этом направлении. Но хочу сказать, что жизнь, она не заканчивается, она продолжается, идет дальше. И, со своей стороны, я хочу продолжать вас с выпусками новых роликов, в том числе и технического контента. Безусловно, будут еще ролики там типа в новом стиле, в блогерском характере. Но, тем не менее, сейчас я приехал после путешествия и сильно замотивировался разобраться в новых технологиях. И поэтому в этом видео, это будет первое видео, у меня для вас есть еще и второй ролик. Я хочу вам рассказать про новый такой концепт, который появился во фронт-энде и называется он IONS Architecture. Короче, архитектура островов. В своем телеграм-канале, ссылка будет в описании, я записал даже небольшой подкаст, где рассказывал вообще предысторию, как мы пришли к такой архитектуре. То есть я рассказывал подробно про single-page application, server-side rendering и вот на текущий момент IONS Architecture. Поэтому перейдите, ознакомьтесь, чтобы вы были в контексте того, что будет происходить в этом видео. И конкретно данный ролик будет посвящен такому новому, грубо говоря, фреймворку, который называется Astra, который как раз-таки и позволяет реализовывать IONS Architecture. То есть, посмотрев это видео, вы поймете, как вообще это работает, в чем заключается основная концепция и как вы можете писать супер оптимизированные классные сайты. То есть контент здесь будет довольно-таки продвинутый, но, тем не менее, я, как обычно, постарался это простыми словами объяснить для того, чтобы вот у вас было представление о том, как эта технология работает. Поэтому давайте на этом введение закончим и перейдем уже к технической части. Приятного просмотра. Сейчас я нахожусь на главной странице технологии Astra. И, по сути, первое, что мы видим, это заголовок, где описывается вообще идея этой технологии. То есть с помощью Astra мы можем создавать намного более быстрые веб-сайты. И сразу же справа есть блок, где сравнивается один и тот же сайт, то есть за основу берется какой-то блок, и этот блок написан на Next и написан на Astra. Так вот мы видим, что сайт, который написан на Next, он занимает 138 килобайт. Абсолютно тот же самый сайт, написанный на Astra, при загрузке он занимает 7,6 килобайт. То есть вы понимаете, что чем меньше размер вашего сайта, тем быстрее он загружается. И таким образом Astra позволяет существенно оптимизировать скорость загрузки вашего сайта. Если, кстати, вы не знаете, что такое Next, то это сервер сайта рендеринг на React. У меня есть быстрый курс на канале, сейчас будет подсказка. А мы продолжаем смотреть на Astra. Я еще немного пролистаю вниз сайт, за счет чего вообще достигается такая существенная оптимизация скорости загрузки. Она достигается из-за такого архитектурного паттерна, как Islands Architecture. Ну, если дословно перевести на русский, то это островная архитектура. Я подробно рассказывал про то, что это за подход в своем телеграм-канале. Перейдите по ссылке, послушайте, вам будет чуть более понятно. Но если совсем в двух словах, то мы разбиваем вообще наш UI нашего сайта на различные маленькие блоки. И те блоки, которые не требуют никакой интерактивности, они статически генерируются и не требуют JavaScript. Те блоки, которые содержат в себе какую-то интерактивность, например, клики или вообще любые пользовательские события, то для них отдельно грузится JavaScript. И таким образом мы порционно загружаем только то, что нам и нужно. Соответственно, наш сайт работает намного быстрее. И Astra уже содержит в себе огромное количество подходов, которые позволяют как раз-таки в автоматическом режиме этого достичь. Ну, например, один из них — это Lazy Loading. Причем компоненты, они начинают работать только тогда, когда они вообще появляются на сайте. То есть, если мы, допустим, его еще не видим, то он даже и не загружается. И это все идет в коробке этой технологии. Соответственно, Astra — это статический генератор сайтов. Он поддерживает различные форматы, то есть CMS. Мы можем создавать сайты на Markdown, можем с помощью API. Ну, вот именно этот подход я буду показывать в этом видео. И что еще интересно с точки зрения Astra — это то, что на самом деле мы можем использовать различные фреймворки, различные технологии. То есть, мы можем создавать этот сайт прямо как на Astra. Также мы можем использовать, например, React, Preact, Svelte, Vue, ну и другие. Также мы используем там TypeScript, Markdown, Tailwind. Ну, в общем, часть из этого я вам покажу в этом видео. Очень простой деплой. Есть уже построенная экосистема, то есть, это различные модули, различные плагины. И на этом этапе я предлагаю сразу же уже перейти к коду, потому что будет чуть более понятно, как это вообще работает. И, значит, для того, чтобы стартануть, в принципе, мы видим команду, которую нам необходимо ввести. Давайте сразу же я буду использовать VS Code. Для начала я открою папку проекта, значит, положу ее в VS Code, новая папка, пусть будет Astra YouTube. Да, и дальше в терминале мы прописываем команду npm create astro latest. Дальше появляется wizard, значит, который спрашивает нас, как и куда сгенерировать проект. Я хочу его в текущую папку. Дальше мы можем использовать какой-либо шаблон, например, блок, портфолио, documentation site, сайт с документацией. Ну, или давайте пусть будет пустой проект. Копируются файлы. Дальше нас спрашивает Astra, хотим ли мы установить зависимость. Ставлю yes. Дальше нас спрашивают, хотим ли мы проинезализировать гид-репозиторий. На текущий момент я скажу нет. Поставив буковку n в консоль. Дальше он нам предлагает проинициализировать TypeScript. То есть можно такой довольно-таки свободный, relaxed стиль сделать, строгий, наисторожайший или вообще не использовать TypeScript. Ну, я поставлю здесь relaxed, чтобы он все-таки у нас был. И, в принципе, все. То есть наш сайт сгенерирован, и мы теперь готовы к работе. Сразу же хочу обратить ваше внимание на структуру проекта. То есть, в принципе, он похож на классическое фронтенд-приложение. Есть папочка public со статическими всякими файлами. Gitignore, mpmrc. Есть astroconfig. К нему мы чуть позже еще обратимся. Ну, здесь вот мы в объекте передаем различные настройки. С точки зрения package JSON здесь у нас есть одна только зависимость. Это astro. Ну, и есть определенный набор скриптов. Тоже мы их рассмотрим. Есть taskconfig. Так, и в папке source у нас присутствует пока только одна папочка pages, где присутствует файл с расширением astro. Значит, для того, чтобы он у вас корректно отображался, если вы используете VS Code, что я вам рекомендую делать для этой технологии, мы переходим в extensions и ставим расширение astro, после чего у нас будет полная поддержка синтаксиса, различные подсказки и так далее. Да, и у вас она будет так же отображаться, как и у меня. Дальше. Давайте посмотрим, как все это запустить. То есть, в первую очередь мы хотим запустить в деве, поэтому и прописываем команду npm run dev. Все моментально отработало. Перехожу по ссылке на localhost 3000. Ну, и мы получаем, в принципе, статический текст astro. То есть, это та база, которая позволяет нам запустить технологию. Теперь давайте посмотрим чуть более детально на проект. Значит, пока у нас присутствует здесь всего лишь один файл, это index.astro. И если мы внимательно посмотрим на данный HTML-документ, то мы видим, что здесь всего лишь один контент. Это заголовок h1, где написано astro. Данный заголовок мы наблюдаем на сайте. И отсюда следует первый концепт, который есть в astro непосредственно. То есть, все, что находится в папочке pages, любые файлы, это отдельные страницы. То есть, мы создаем роутинг путем создания файлов и файловой системы. В принципе, такой же подход используется и в Next, и в Naxt, и в некоторых других технологиях. Мы можем протестировать, как это работает. Создадим новую страницу на сайте. Например, она будет называться about.astro. И здесь мы сразу же можем написать, допустим, заголовок h1, и будет написано about page. Все, я сохраняю, больше ничего не делаю. И теперь, если мы попробуем зайти по адресу about, мы здесь получаем about page. Мы сразу же можем сравнить, что здесь я написал всего лишь один заголовок h1. Здесь у нас присутствует там и html, и секция head, и body, и так далее. Разница заключается в том, что если мы посмотрим вообще код страницы, то есть, это тот файл, который прилетает нам с сервера. И в данном случае мы видим, что тут есть некоторые скрипты для разработки, то есть, в build-моде их не будет, и присутствует только один html, потому что мы, в общем-то, его и обозначили. Если же мы посмотрим на главную страницу, то здесь будет полноценный код. То есть, присутствует, опять же, секция html и head. То есть, сами по себе страницы, они несут в себе html структуру, и для того, чтобы каждый раз ее не описывать для каждой страницы, присутствует также и другой концепт, который называется layout, то есть, некоторая структура, которая позволяет создавать нам эти страницы. Поэтому также сразу же давайте в этом и разберемся. Для этого в папочке source я создаю новую папку, называется она layouts. И здесь давайте я создам файл, который будет называться, например, внезапно layout.astro. Дальше я перенесу всю html структуру в данный layout, и контент каждой страницы мы хотим генерировать именно в секции body. То есть, я удаляю здесь этот заголовок h1, и дальше буду использовать специальный компонент, который называется slot. То есть, технология astro, она также является компонентно ориентируемой, то есть, мы можем сайт весь разбивать на различные компоненты, на маленькие блоки, из чего нам проще его будет составлять. И дальше теперь в индексе я могу, в принципе, все удалить, и здесь написать, например, main page. Теперь, если мы посмотрим на наш сайт, мы видим, что main page у нас обновился, однако, если мы посмотрим на исходный код, то мы видим, что этой структуры у нас нет. И, в принципе, это тоже логично, потому что мы никак не обозначили, что мы хотим этот layout использовать. Поэтому мы должны в первую очередь его импортировать. И дальше я возвращаюсь вот к этому странному синтаксису. это три дефиса, которые, по сути, обозначают, что здесь идет у нас секция, где мы описываем какой-то скрипт. И дальше с помощью самых обычных импортов мы импортируем layout. Здесь обратите внимание, что мы прописываем обычные пути. Единственное, что здесь дальше дописываем точка astro. Это обязательно, чтобы технология нас поняла. Значит, у меня притер стоит, да, который форматирует под нужный код style. И дальше этот layout мы используем как обычный компонент. Оборачивая весь контент главной страницы. И теперь, если мы обновим ее, и опять же посмотрим код страницы, то мы получаем теперь уже сгенерированный полностью HTML документ. То есть сейчас, по сути, когда мы открываем главную страницу, у нас прилетает полноценный индекс HTML уже с полностью сгенерированным контентом. То же самое мы можем сделать и для другой нашей страницы. Значит, импортируем layout и добавляем его на сайт. Значит, давайте, допустим, добавим какую-нибудь ссылочку, которую будет ввести на about. Нажимаю, и вот мы на нее переходим. Да, собственно, если мы смотрим исходный код, то мы видим здесь, что все, вся структура у нас есть, и сайт готов к работе. Теперь мы можем рассмотреть, как, в принципе, передаются, например, параметры в другие компоненты. Потому что тот же самый layout, это, грубо говоря, самый обычный компонент. Единственное его отличие в том, что он лежит в специальной папке, которая определяет его назначение. Какие параметры мы можем передавать непосредственно в компонент layout? Например, заголовок данной страницы. То есть сейчас, что about page находится с тислом Astra, что главная страница, мы можем это исправить. Соответственно, давайте перейдем в layout. И здесь тоже добавим секцию для скрипта. И параметры, которые мы принимаем в компонент, находятся в таком объекте, как Astra.props. Мы можем отсюда что-то достать. Например, у нас параметр будет называться title. И что интересно, мы сразу же можем прописать для данной конструкции типы, так как мы здесь можем использовать TypeScript. То есть я, допустим, создам интерфейс, скажем, просто будет называться props, и мы будем ожидать здесь title типа string. И дальше мы укажем, что мы ожидаем именно подобный интерфейс. Если мы title не передаем, то мы можем задавать какое-то дефолтное значение. Например, ну просто пусть будет Astra.default. И дальше как нам использовать вообще этот параметр? То есть, по сути, мы просто создаем здесь какую-то константу, либо переменную. И синдексис очень похож на тот, который мы используем в React. Мы используем фигурные скобочки и сюда просто передаем те данные, которые находятся у нас в скрипте. Теперь, соответственно, если мы посмотрим, то по умолчанию у нас везде будет Astra.default, потому что мы не передаем пока параметры. Дальше, например, в индексе, если мы укажем title, например, здесь будет index.page, и в about мы укажем здесь title about page. То есть здесь, в принципе, идея точно такая же, опять же, как и в GSX. Если это строки, мы передаем как атрибуты. Видите, да, здесь about page. Здесь у нас index.page. Соответственно, теперь пару слов вообще про синтаксис. Предположим, что мы хотим сделать какие-то вычисления. То есть мы, например, можем к 40 прибавить 2 и сразу же вот в таких фигурных скобках выводить это на экран. То есть мы здесь получаем, очевидно, 42. То есть это называется интерполяция. И все, что может быть переведено к строке, мы можем здесь описывать. И опять же написано в одну строчку. Мы также можем создавать какие-то переменные сразу в скрипте. Словно говоря, я создам date. И попробую вывести, скажем, date, там, to dateString, например. Да, и мы тоже получаем здесь нужные нам данные. Также мы можем передавать различные составляющие в атрибуты. То есть, условно говоря, я возьму нашу дату в span. Дальше создам константу color со значением red. И, например, для атрибута style. Дальше я его описываю как в фигурных скобках, потому что здесь будет что-то динамическое. И, по примеру, с синтаксисом react сюда я передаю объект, где указываю, что цвет мне нужно поставить в значение цвета. Опять же, учитывая, что ключ и значения совпадают в объекте, то я могу избавиться от дублирования. Да, и мы получаем соответствующий результат. Теперь давайте следующий пример разберем на том, как мы можем вообще создавать компоненты и также их стилизовать. Значит, предположим, я хочу создать навигационную панель. То есть для этого в папочке source я создам отдельную папку, назову ее components, по примеру, опять же, с другими фреймворками. И здесь я создам новый файл, который я назову, например, navigation.astro. Здесь мы сразу же можем описывать какой-то шаблон, то есть он будет довольно-таки простой. Пусть это будет навигация. Дальше в какой-нибудь заголовке h2 будет название нашего сайта. astro-site и дальше будет ol со списком ссылок. Предположим, home. Ну, пока в таком формате можно оставить. Есть другой вариант, как мы можем стилизовать различные компоненты. Это сразу же в шаблоне использовать tag style. Ну, и предположим, задать какую-то стилистику для навигации. Например, position absolute, top 0. Высота, скажем, будет 50 пикселей. Right 0, left 0. Ну, и пусть будет временно background. Какого-нибудь такого серого цвета. Дальше эту навигацию нам необходимо использовать. Давайте мы ее импортируем в layout. Давайте я переименую, значит, с большой буквы. Чтобы файл назывался, потому что это компонент. И в теории автоимпорт должен его подхватить. Не хочет подхватывать, но окей. Мы можем сами импортировать из компонентов navigation astro. Дальше мы его используем как обычный компонент. Ну, например, перед слотом. Так, и если мы посмотрим, то мы видим, что, да, пока сайт выглядит не очень красиво. Но, во всяком случае, у нас корректно отображается стилистика, которую мы задали для этой навигации. И если мы посмотрим ее исходный код. Так, давайте я чуть поменьше сделаю здесь. То те стили, которые мы описывали, они сразу же являются локализированными. Так как Astra по умолчанию добавляет свой уникальный ID. И таким образом получается, что стили будут видны, которые я написал, только в рамках этого компонента. Да, с помощью вот такого псевдоселектора where. Естественно, мы можем описывать стили вручную. Но лучше, если я, например, буду использовать какой-нибудь фреймворк для этих целей. И Astra успешно работает с некоторыми из ними. Давайте я перейду в документацию. И здесь есть гайды по интеграциям. Значит, если я опущусь немного ниже, то мне нравится использовать Tailwind. Поэтому Astra прекрасно с ним работает. И здесь мы можем посмотреть, как его подключить. Для этого нам достаточно будет написать в консоли npx Astra at Tailwind. В принципе, я просто скопирую данную команду, перейду в VS Code, останавливаю процесс и добавлю данный плагин. Здесь появляется такой wizard, где он говорит про то, что он будет устанавливать зависимость Tailwind. Я говорю, окей, продолжай. И после этого он хочет сгенерировать еще Tailwind.config. Тоже говорю, окей. И дальше он спрашивает, нормально ли, если я сделаю вот такие изменения в config.file. То есть он подключает Tailwind и добавляет его в вот этот define.config в поле integrations. Я тоже говорю, что все окей. И все, отлично. Tailwind у нас установлен. Теперь он готов к работе. Мы можем посмотреть, как это выглядит все в Astra.config. И по сути просто подключается одна маленькая функция. И этого нам более чем достаточно. То есть теперь мы можем протестировать вообще, как работает Tailwind, убрав вот эту вот стилистику. И давайте напишем что-то с помощью именно фреймворка. Значит, задам ему flex. Дальше высота у него пусть будет также 50 пикселей. Позиционирование absolute. Top 0. Left 0. Right 0. Пока я просто дублирую, по сути. Дальше. Ну, то, что было до этого написано. bg.gray пусть будет 400. Text. White пусть будет. Дальше добавлю px4. Это паддинги слева и справа. И также добавлю items center для того, чтобы выровнять все элементы по вертикали. И добавлю justify between для того, чтобы заголовок h2 находился слева и OL находился справа. То есть такая базовая стилистика с использованием Tailwind. Давайте посмотрим, как все это работает. Значит, открываю главную страницу. Вот, и да, в принципе, теперь навигация выглядит более симпатично. Также можно застерилизовать еще этот заголовок. Пусть у него будет текст 2. Просто ОГ и фонд болт. Ну, все. В принципе, меня это устраивает. Теперь смотрите, в чем заключается вообще фишка. Что мы сделали вообще минимальную настройку, в том числе и для Tailwind. Опять же, мы сразу же получаем уже весь сгенерированный HTML. То есть у нас локально в браузере ничего не происходит. Он просто отображает HTML. Если мы посмотрим код страницы, то вот что у нас прилетает. Значит, есть какая-то база для Tailwind, где, ну, по сути, идут создания там переменных, обнуления различных тегов. И что я вам хочу показать, что... Опущусь немножечко ниже. Это все пока база с Tailwind. Так, переменные. Вот. И идет подключение только тех классов, которые мы используем в коде. То есть сам по себе Tailwind, он довольно-таки большой, потому что в нем содержатся все утилиты вообще для любых CSS-свойств. И, естественно, если мы сразу же будем это подтягивать, то тогда у нас будет довольно-таки большой CSS, и никакой оптимизации не идет речи. Здесь же все в автоматическом режиме уже оптимизируется. Используются только те классы, которые мы используем в коде. И вот у нас получается, опять же, минимальный набор статики, которые мы отображаем. То есть это работает довольно-таки быстро. Соответственно, дальше. У нас есть несколько страниц сейчас на сайте. Я хочу их вывести в меню. У нас будет еще одна страница, как минимум. И, естественно, я могу это все сейчас описывать просто как статический текст. То есть сюда передавайте about, например. Кстати, этот список тоже можно и стоит застилизовать. Наболю класс. List. None. И display.flex. И для каждой вот этой ссылки мы будем добавлять класс margin.right.2. Да, то есть это выглядит сейчас чуть лучше. Но в статическом режиме, в ручном режиме это выводить не очень удобно. Поэтому давайте я покажу, как работают здесь циклы. То есть мы, опять же, создаем секцию для скрипта. Здесь я создам обычный массив, который будет содержать себе объекты, описывающие необходимые ссылки. То есть у него будет параметр URL, например. Для главной страницы это будет slash. Ну и там, например, title. Это будет home. Для страницы about. Это будет путь about. И название about. И также, например, я создам здесь еще отдельную страницу с продуктами. Products. Products. Теперь, вместо того, чтобы описывать шаблон вручную, мы можем использовать цикл. И, опять же, он очень похож на то, как это работает в React. То есть мы используем фигурные скобки. Дальше обращаемся к массиву. И с помощью оператора map мы итерируем вообще весь этот список и возвращаем какой-то шаблон. То есть в нашем случае он у нас уже готов. Мы просто его здесь описываем. Дальше заменяем, что путь у нас здесь будет не статический, а путь будет link.url. И здесь у нас будет link.title. И у нас идет какая-то дикая автозамена. Это мне все не нужно. Все, вот как это выглядит. Теперь, если посмотрим в браузер, то мы видим, что у нас успешно выводятся все ссылки, и теперь они у нас работают. Единственное, что если я перехожу на products, то такой страницы у нас пока нет, и поэтому нам показывается ошибка 404. Поэтому сейчас я хочу привести следующие примеры. И для этого я создам новую страницу, которая так и будет называться products.astro. Сразу же импортирую layout. Layout, сюда мы передаем параметры title, допустим, products. Можно добавить заголовок h1, класс, текст, 2.o.g. Точнее, 2.xl. Можно добавить font.boot. И на этой странице я хочу показать, как Astra работает, в принципе, с загрузкой данных и какая есть у этого особенность. Единственное, что нужно поправить, так как сейчас не виден контент, потому что его, вот эта вот навигация, закрывает, поэтому в layout мы можем обернуть слот в div и ему задать класс margin.top 50 пикселей. Да, и вот мы получаем уже наш products page. В принципе, тогда для красоты можно еще выровнять весь этот контент по центру, написав max.width, пусть будет 960 пикселей и margin.auto. Все, теперь наш контент идет по центру. Итак, дальше переходим к следующему концепту, который позволяет работать с загрузкой данных с сервера. И здесь сразу же стоит отметить, что вся генерация, опять же, будет происходить на сервере. На клиент всегда мы будем получать именно статические данные, уже сгенерированные. В этом, в принципе, и заключается особенность. Значит, мы сразу же можем написать await fetch, и нам не нужно оборачивать этот await в функцию с префиксом async, потому что по умолчанию Astra уже поддерживает top-level await, и дальше с помощью fetch мы просто указываем, куда мы делаем запрос. Для этого видео я буду использовать fake store api products, то есть по данной ссылке мы можем получить список продуктов, причем с нормальными данными, с картинками, с ценой, с описанием и так далее. То есть нам достаточно просто прописать данную ссылку. как ответ мы здесь получаем response. И дальше нам необходимо этот response распарсить, и ответ я положу в константу products. жду, пока выполнится response.json, и здесь сразу же я могу прописать еще и типы. Например, в папочке source я создам новый файл, который будет называться types.ts. Здесь я буду экспортировать интерфейс, допустим, назову его iproduct. не буду описывать все поля, пусть будет здесь title, price, id, у нас там тоже должен быть number, image и description. В принципе, нам этих данных будет достаточно для работы этого приложения. Дальше мы, как в обычном компоненте, берем и импортируем этот тип. Ну и сразу же мы можем приписать, что этот ответ у нас будет идти как iproduct массив. Мы его импортируем из соответствующего файла. И теперь мы можем посмотреть, скажем, на то, что у нас получилось через json stringify products. Значит, захожу на главную страницу, и вот мы видим, что мы получаем массив и json, который нам прилетел с сервера. И опять же, если я открою здесь network, давайте даже перемещу его вниз, посмотрю на все файлы, обновлю страницу, то мы видим, что у нас не делается никакого дополнительного запроса. Для того, чтобы получить список продуктов, нам просто прилетает страница с, ну, индекс html, где уже есть весь этот контент. То есть получение всех этих данных, оно происходит именно на сервере, а не на клиенте. Таким образом, мы получаем уже готовый html прямо в браузере, и все это успешно работает. То есть никакого здесь JavaScript пока еще нет. Можно так вот. Посмотрите, код страницы. Да, и вот мы видим, что тут уже присутствует весь этот json. Окей. Но пока в таком виде это не очень интересно оставлять, то есть хочется как-то это визуализировать. И на этом этапе я уже хочу вам показать, как Astra интегрируется с различными фреймворками, например, с React. Ну, или в данном видео конкретно я хочу использовать Preact, потому что он, ну, просто быстрее. То есть Preact — это клон React, но более оптимизированный. Соответственно, также я перехожу в поле Integrations, и мы можем использовать Preact. Опять же, я говорю, что мы можем использовать, например, Lid, Alpine, React, Solid, Svelte, Vue. Это то, что уже из коробки идет. Либо, кстати, мы можем для сервера использовать различные адаптеры, например, Deno, Node, Cloudflare и так далее. В данном случае я хочу использовать Preact. Опять же, здесь есть очень простая команда, позволяющая интегрировать всю эту историю. И в терминале я добавлю Preact. Он говорит, что он остановит зависимость. Я говорю ОК. Вот какие изменения он мне предлагает внести. То есть, ну, по сути, добавляет еще одну функцию в поле Integrations. Я говорю ОК. Так, этот терминал нам больше не нужен. На всякий случай перезапущу проект. И теперь мы можем в папочке Components создать новый файл, который я назову, например, ProductCard.tsx. То есть теперь я уже использую классическое расширение для React. Это будет чисто React-компонент. Опять же, в данном видео я могу говорить React, но по факту мы здесь используем Preact. Но, в принципе, это одно и то же. То есть тут нет каких-то супер-мега-особенностей. И данная функция выглядит как обычный React-компонент. То есть мы экспортируем, скажем, по дефолту функцию, которую я назову ProductCard. Здесь я буду возвращать JSX. У нас будет корневой div. Я добавлю базовые классы. То есть, допустим, border. Там пусть будет rounded. MarginBottom 2. Покажем какой-нибудь padding. Тоже там 3, например, задам. И здесь я буду выводить какой-нибудь контент. В заголовке H2, например, пока просто выведу title. Дальше нам необходимо принимать параметры в этот компонент. То есть для этого я опишу интерфейс. ProductCard. Props. Здесь мы будем принимать продукт типа iProduct. И сразу же можем его забирать. Теперь вместо статики мы здесь можем выводить продукт title. То есть вы сейчас можете обратить внимание на то, что в целом я описываю обычный React-компонент. Он никак не связан с Astra. И давайте посмотрим, как вообще все это работает. То есть теперь вместо JSON Stringify я, допустим, хочу сделать итерацию. На каждой итерации я буду получать... Ну, пусть будет продукт. И далее мне необходимо в первую очередь импортировать этот компонент. Так, он показывает ошибку, что здесь у меня неправильный синтаксис, поэтому дальше я использую компонент. И сюда я передаю параметр product, который равняется нашему проду. Так, теперь смотрим. Все у нас собралось. Единственное, что здесь подсказывает VS Code, про то, что лучше убрать здесь расширение TSX. То есть мы расширение используем только в том случае, если это у нас Astra-компоненты. Если это обычный TypeScript или JavaScript, тогда мы расширение не пишем. И теперь, если мы посмотрим на наш сайт, то мы видим, что вот у нас выводится теперь список всех продуктов, которые мы хотели вывести и получили с сервера. Опять же, буду постоянно обращать на это внимание, что если мы посмотрим исходный код, то все эти компоненты, они уже статически сгенерированы. То есть у нас пока нет никакой динамики, мы не загружаем никакого JavaScript, и все это работает просто как статический сайт, даже несмотря на то, что мы используем здесь React и непосредственно Astra. В принципе, выглядит это неплохо. Давайте немножечко изменим компонент, то есть добавим в него функционалы. Например, добавлю классный текст в Arch. Дальше, скажем, в параграфе выведу цену. И ниже в тоже параграфе я выведу описание. Product, Description. Вот получается наш сайт. И опять же, пока это только статика, то есть ничего существенно не изменилось, но так как мы работаем с React в данном случае, то было бы неплохо добавить какой-то интерактивности. И вот на этом этапе я тоже хочу поговорить уже про то, как работает, в принципе, вот эта вот островная архитектура, когда есть статика, которая не нуждается в JavaScript, но что делать с теми элементами, которые являются интерактивными. То есть для того, чтобы продемонстрировать, я добавлю какую-нибудь кнопку, которая позволит нам либо показывать, либо скрывать описание. В первую очередь мне необходимо ее здесь добавить. Пусть будет тоже Border, Padding 2, PX4. Какую-нибудь простую стилистику добавлю для кнопки. Background, Yellow 400, Text, White. И здесь напишу Toggle, Description. Что мы делаем дальше? То есть нам потребуется какое-то состояние, которое будет либо показывать, либо скрывать описание. Для этого я буду использовать хуки из Preact. Они импортируются из Preact. Hooks. Называются точно так же. UseState. Значит, и здесь я создам первый State, который я назову, например, Details. Set Details. UseState. И по умолчанию он будет находиться в значении False. Дальше я все это оберну в фигурные скобки и буду показывать этот блок только в том случае, если State Details находится в значении True. Теперь при клике на эту кнопку я, допустим, буду вызывать метод Toggle. и все, что он будет делать, он будет изменять состояние. То есть Set Details на противоположное. В принципе, все. То есть это супер базовый React код. И теперь, если мы посмотрим, то, ну да, скажем, верстка не самая удачная, но я надеюсь, что суть будет ясна здесь. Теперь я нажимаю на кнопку и, как видите, вообще ничего не происходит. И вот теперь нужно до конца понять этот аспект, потому что это и есть ключевая особенность и разница между, например, тем же самым Astra или Next. Потому что по умолчанию, опять же, если мы смотрим в Network и смотрим на тот JavaScript, который загружается, то на самом деле здесь мы видим, что погружаются какие-то элементы, которые не относятся напрямую к работе сайта. То есть тут нет никакого приакта. Это все для того, чтобы работала Dev-сборка. И все, что мы получаем на текущий момент, это статика. И по умолчанию каждый элемент, который мы создаем в Astra, является статическим. Если мы хотим сказать, что какой-то компонент, например, является динамическим и он содержит в себе интерактивность, то к нему нужно подгрузить JavaScript, который уже там сам Astra определит. И на самом деле делается это очень просто. С помощью специальных директив, которые мы можем передавать на компоненте в Astra, называются они, например, Client Load. Базовые из них-то Client Load и Client Visible. Client Visible покажу чуть дальше. То есть мы просто говорим, что на клиенте нам необходимо это будет загрузить. Теперь я сохраняю. И смотрите. Теперь, помимо того, что у нас загрузились различные Dev-скрипты, у нас также еще загружается отдельно компонент Product Card и также подгружаются еще определенные чанки и подгружается уже Preact. И, соответственно, теперь, благодаря тому, что мы обозначили, что это у нас интерактивный элемент, как видите, теперь у нас кнопочка успешно работает. В принципе, в этом и заключается суть островной архитектуры, что мы сами определяем минимальное количество интерактивных элементов и они уже... То есть Astra отдельно оптимизирует весь сайт. То есть все, что он может загрузить статически, он загружает и тем самым максимально ускоряет загрузку нашей страницы. А те элементы, которые являются интерактивными, они уже потом в фоновом режиме загружаются как только могут и отрабатывают тоже успешно. По сравнению, например, с тем же самым Next, он в любом случае вообще весь сайт делает интерактивным. То есть вначале он на сервере его генерит, потом он отдает это клиенту все. Клиент интерпретирует HTML, потом он начинает заново создавать все узлы и тем самым тратится огромное количество ресурсов. Сразу же загружается куча JavaScript. Astra этого не делает, только делает это по запросу. Следующий элемент, который я хочу показать, это тоже из разряда оптимизации, который есть в Astra. Значит, я создам тестовый компонент. Ну, я назову его, например, visible.tsx. Кстати, также хотел еще добавить к прошлому разговору про то, что даже несмотря на то, что мы используем, например, preact, react, svelte и так далее, по умолчанию все это статически генерируемый код. И по сути на сервере Astra он интерпретируется как обычный HTML, который уже отдается клиенту. Небольшой пример с другим параметром и другим типом оптимизации, который есть в Astra. То есть здесь также буду экспортировать по дефолту функцию, которую я назову, например, visible, ну, по названию файла. Здесь неважно будет, что у нас будет за шаблон. Какой-нибудь div с классом text2.xl Пусть будет просто OGM. Пусть будет просто шаблон с текстом visible. И я также хочу отобразить данный компонент на странице продуктов. Значит, мне необходимо его импортировать. И я здесь его добавляю. Так, давайте посмотрим. Значит, он у нас отдельно погружается. Теперь все-таки для полноценной демонстрации добавим здесь какой-нибудь интерактивности. То есть будет какой-нибудь простой пример с счетчиком. Импортируем react hooks. Нас интересует здесь useState. по умолчанию пусть он будет равняться там 42, например. Это у нас count и set count. И дальше возьму тоже все это в div. У него будет className border. Пусть будет padding6. в принципе я думаю этого будет достаточно. И будет кнопка с классом тоже там будет border, padding4, bg светло-красный сделаю. И здесь будет увеличение счетчика increment. при клике на эту кнопку мы будем вызывать set count на count плюс 1. То есть увеличивать его на единицу и вместо теперь этого visible мы просто будем выводить здесь count. То есть тоже классический счетчик. И теперь если я кликаю видите опять же ничего не происходит по той причине что мы по умолчанию не обозначили что это у нас интерактивный элемент. То есть это остров который нам также требует определенный функционал и скрипты. Поэтому в месте где мы его обозначаем сразу же говорим client load а теперь обновляю страницу и видим что вся интерактивность у нас работает. На этом примере я хотел показать что мы можем использовать здесь другую директиву которая называется client visible и по сути она отрабатывает точно так же но сейчас если мы видим то у нас не загружается данный компонент и видите то есть я пытаюсь проскроить вниз ничего не происходит буду все это очистить но он загрузится только в тот момент когда он будет видеть на экране то есть это такой продвинутый lazy loading который также идет в коробке с Astra и как только он появился он подгрузился отдельно и как видите все это успешно работает то есть с помощью опять же этого подхода можно очень сильно оптимизировать большое количество интерактивных элементов которые у вас есть на странице и теперь я хочу вам показать еще как мы можем создавать динамический роутинг динамические страницы в Astra то есть для этого я хочу открывать детальное отображение каждого из товаров для этого в продукт карт я создам например перед кнопкой просто обычную ссылку которая будет вести на slash product и сюда я передаю product ID здесь просто будет ссылка open product сейчас очевидно что если я нажму видите у нас такой страницы нет но во всяком случае правильно выцепляется ID также можно перенести новую строчку да и в принципе здесь также мы можем создавать в папке pages определенную структуру то есть учитывая что у нас ссылка содержит себе product то здесь я создам папку product и дальше чтобы учитывалось динамический параметр то по примеру с next его я описываю в квадратных скобках допустим параметр я назову ID и точка Astra да то есть таким образом Astra поймет что здесь у нас содержится компонент который откликается на URL с динамическим параметром но на текущий момент мы видим что у нас появляется ошибка и Astra нам пишет что нам необходимо реализовать такую функцию как getStaticPaths ну потому что на текущий момент у нас в принципе в данном файле ничего нет поэтому я организовываю секцию для скрипта и отсюда мне необходимо экспортировать асинхронную функцию getStaticPaths и вот в чем ее идея так как Astra это технология по статическому сайту генерации то когда мы допустим заходим по какому-то динамическому параметру мы не можем его прямо сразу же загрузить с сервера асинхронно как мы это делаем например в обычном React нам необходимо чтобы эти данные уже заранее у нас где-то присутствовали потому что в этом и заключается в принципе идея статической генерации сайта именно поэтому в этой функции мы и обозначаем как вообще эти данные получить и как они должны выглядеть значит например мы можем получить список всех продуктов с FakeStore API как мы это делали например на странице products то есть можем в принципе скопировать весь этот код вставить его сюда здесь нам необходимо импортировать интерфейс и в методе GetStaticPaths нам необходимо вернуть массив значит мы здесь уже получили список продуктов причем опять же повторюсь что это происходит у нас на сервере то есть это не клиентский какой-то скрипт и дальше мы его преобразовываем с помощью метода Map где на каждой итерации мы получаем продукт здесь мы возвращаем объект для каждого из элементов у каждого объекта должен быть параметр точнее ключ парамс который является объектом и также должен быть props в параметрах мы указываем уникальный идентификатор который будет являться ну по сути айдишником для конкретного элемента для конкретной страницы который будет находиться вот в этом списке то есть в данном случае это id мы можем ее взять у product id и так как по умолчанию это у нас число то мы можем привести его к строке с помощью метода toString и в качестве параметров то есть мы сюда передаем те данные которые уже сможем считать в конкретной этой странице то есть сюда мы можем просто передать непосредственно product теперь мы можем описать интерфейс для тех параметров которые мы принимаем в этой странице то есть теперь я уже вышел за рамки этой функции допустим я просто назову интерфейс props он будет локальный мы принимаем здесь объект product типа iproduct и дальше мы можем уже забрать эти данные то есть это была подготовительная работа на сервере в том числе она нужна для билда чуть позже я продемонстрирую что в итоге у нас получается и дальше мы забираем данные для конкретной страницы для того чтобы корректно все это отобразить то есть мы можем получить параметр из astra params параметром у нас является поле id по названию страницы то есть это динамический параметр он соответствует вот этому ключу и также мы можем получить из astra props product ну и здесь мы прописываем что это у нас тип props после этого в принципе у нас все готово то есть у нас есть тот параметр который находится сейчас в url есть данные для конкретно для конкретного продукта который мы подгружаем ну и после этого мы просто генерируем обычную страницу то есть для начала я импортирую layout значит сюда мы можем передать title ну пусть он будет динамический в данном случае product и сюда мы можем вывести его id ну и с точки зрения шаблона здесь мы можем тоже что-нибудь очень простое написать скажем заголовок h1 с классом text.org font boot сюда мы можем вывести product title и например в image можем вывести product image добавлю класс скажем with 1 2 пусть будет окей теперь давайте посмотрим как это выглядит у нас на сайте обновляю страницу и как видите мы здесь получаем опять же статически генерированную страницу где есть все необходимые данные для конкретно этого продукта можно допустим здесь чуть уменьшить размер картинки так products допустим открываю второй продукт тоже отображается откроем какой-нибудь шестой продукт тоже все данные есть я думаю я думаю что здесь на этом примере идея ясна и теперь давайте поговорим про то как будет выглядеть production сборка для этого сайта то есть что мы вообще в итоге получаем после вот всей этой разработки значит для этого я перейду в вс-код здесь я остановлю весь процесс и для того чтобы запустить build мы можем воспользоваться скриптом build для этого я пишу npm run build в принципе тут все довольно таки очевидно и мы видим что мы получаем большое количество сгенерированных различных статических файлов они все находятся в папочке dist здесь мы можем наблюдать следующее что во-первых есть индекс html то есть здесь мы видим вообще базовую абсолютную структуру для классического сайта написанного на html и css то есть есть индекс который открывается по умолчанию здесь как видите нет никаких вообще скриптов только чистая статика дальше присутствуют сразу же различные чанки которые оптимизированы то есть это минимальное количество джава скрипт которое нужно для вот этих вот островов это как раз таки есть вот эти вот islands есть какой-то клиентский скрипт да который это видимо при акт да который подгружает как раз таки его есть страница about тоже абсолютно статически сгенерированная страница продукты да здесь у нас есть скрипт который подгружает их все необходимое и есть папочка продукт и как видите здесь у нас находится уже 20 статически сгенерированных элементов потому что ну именно такое число возвращает нам сервер то есть мы их заранее никак не загружаем они у нас уже есть если мы посмотрим то все данные которые мы опять же в динамике выводили через TypeScript здесь они уже находятся в обычном html потому что данная страница она не требует там никакой интерактивности мы ее не добавляли и поэтому мы сможем моментально ее загрузить и показывать пользователю то есть таким образом и достигается вот это вот существенное быстродействие по отношению к другим подходом ну и собственно говоря как все это дело запустить в терминале мы можем перейти в папочку dist и выбрать какую-нибудь утилиту которая позволяет локально хостить сайт например значит я задам значение порт пусть будет там не знаю 8080 например и дальше с помощью npx я обращусь к утилите серф все у меня запускается теперь сайт на локал хост 8080 и как видите все это успешно работает да это мультипейдж аппликейшн то есть он состоит из множества страниц но при этом они работают моментально потому что опять же это уже просто готовый html ну и с минимальным набором динамики которую мы подгружаем то есть все продукты открываются сразу же и таким образом вот мы написали первый статический сайт на астро то есть вы можете это все тоже использовать для того чтобы если у вас на сайте например много статики например это какая-то презентация или ваше портфолио вы можете спокойно написать и таким образом существенно ускорить скорость загрузки вашего приложения то есть у вас на сайте да да